Как построена логистика заезда? Автобусы близ не пускаются к ресепшену. Они останутся на лестнице парковки, в офисе, перед дистанцией детей и в сервере наклеивается самодан. Мы уже знаем, в каком номере живет этот ребенок. Заехав на парковку, служба бичбоев разгружает автобус, и у нас есть специальный электрокар, бензиновый кар. Он грузит эти машинки и спускает их к ресепшену. Дети спускаются вниз, у них фуршет, дальше они отправляются на мини-экскурсию по лагерю, они занимаются уже с вожатыми, и в это время госслужба грузит чемоданы по их номерам. То есть ребенок закончил экскурсию, возвращается в номер, где у него, кстати, уже его чемодан с наклейкой. Теряется один чемодан, но находится очень быстро, то есть эта наклеечка все помогает. На ресепшене постоянно дежурят администраторы, и первый пост охрана здесь расположен. Вся территория под видеонаблюдением, абсолютно все проходы просматриваются, пляж, парковка, въезды. Это, кому интересно, выглядит вот так. Там монитор с камерами, где, собственно, они живут, а камеры. Камеры работают в режиме записи, то есть всегда в любую, в ходе отрез можно отмотать и посмотреть, что, собственно, это было. В самый распространенный случай около 157 камер. Расположена часть камер здесь, часть камер, еще один такой же пост находится на фарковке, на Визион, уже стоят такие же мониторы. Там они просматривают больше верхнюю часть, эти мониторы просматривают нижнюю часть. В случае распространенного? Потерял телефон ребенок, вот не могу найти телефон, положил, не могу найти, быстренько отмотали, посмотрели, а телефон уже на ресепшене лежит. То есть все потерянные вечную цену ресепшен, и там туда за 3-4 за смену мы устраиваем конкурс потерянщик, то есть весь лагерь выстраивается, люди выходят, показывают, чье, чья футболка, чья трусичка. Дети разбирают и все. Вещи, которые остались потерянные и смена уехала, все передается в офис, и в офисе уже можно будет найти. Кто спрашивает, где моя кепка, все в офисе. Прачка. Прачка новая, в этом году ее построили, 7 стиральных машин, их хватает полностью на объем перестирать все комплекты постельного за сутки, 7 сушилок, гладильный каток, лифт и гладильный стол. Как у нас все происходит? Гурничная, собирая полотенца, свозит их на прачку, в эти корзины черные. Прачка начинает стирку, постирали, в сутках высушили, достает полностью сухую одежду, складывает в лифт, отправляет на второй этаж. Следующий столик прачки это все вкладывает по стеллажам, каждый стеллаж подписан, мы знаем, что где лежит. По запросу горничных со склада спускается на лифте необходимое количество постельного, либо полотенец, и все уезжает обратно по номерам. В день два раза влажная уборка, утром и вечером, полотенца меняются практически каждый день, там дети их пачкают, но вероятно они белые, они руки плохо моют, черные сразу сноются, поэтому мы их постирываем чуть ли не каждый день. И два раза за смену меняем постельное белье. Есть запасы постельного белья, которые мы позволяем, мы можем себе скинуть все постельное в стирку и новое постелить. Детскую одежду стираете? Детскую одежду стираем, вожатые собирают пакеты, подписывая этими же наклеечками, чья это одежда, там до 11 утра сдали, в 6 часов вечера забрали уже поглаженное, чистое. В таком формате вот возвращают дети, либо навешивают, либо опять же в пакет. Да, мы еще маленький джек, мы спонсируем водой, электричеством, канализацией, все соседние базы. Да, вода вот как-то у меня что-то такая? Своя скважина, да, на глубине 130 метров, я даже знаю, примерно 130 метров. И вот там вот наверху она находится, водонаборная башня, сважена воду, у нас и газовый котел, и баллера. То есть, с пель-газовым котелом мы выставили там температуру воды, если не хватает, можем еще электроподогребку сделать баллерами. Но не пользуемся им, потому что хватает, может, а с кислородом составляет. Готовят еду здесь, пакуют ее, там стоит уже готовая продукция на столе, складываются вот такие штуки, и вывозят в ресторан. Сложили, закрыли, вывезли в ресторан. В ресторане поставили на мармитто, я сейчас уже покажу, как все происходит в ресторане. Вот так. Место, там холодильная камера, магазильная камера, сейчас я открою на выходе, посмотрите, если интересно. И цеха, где происходят в бетон, и газовый котел, кому-то, может, надо. Большая упомя на таком уровне. Там прям 1,8, сейчас, в общем, на стоянке. Это холодильник, а дальше камера, морозильная камера. Кто не живет, кто не живет в стартайме, может быть, кто-то, смотри, как все обсуждается внутри. А ты, пожалуйста, купили, купили специально для вас, чтобы вы взяли в оренду? Мы купили. Мы купили. Это было месяц, ищите, мы купили, и мы купили, и у нас, и у нас, и у нас, и у нас, и у нас. Мы так понимаем. Спасибо. 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 Спасибо.